Хор Туслах, город Чебоксары, а не сонаре. Куляна, гана, не сонаре, барахан туфре кужу мне. Куляна, гана, не сонаре, барахан туфре кужу мне. Маншу, каше, ведем в астаре, там ангелы жады до мне. Куляна, гана, не сонаре, барахан туфре кужу мне. Куляна, гана, не сонаре, барахан туфре кужу мне. О, как отродно сердце бьется, бьется песня от души. Стоит прекрасный, как славы, в лучах божественной красы. Стоит прекрасный, как славы, в лучах божественной красы. Аплодисменты. Героева Виктория. Город Чебоксары. Чувашская народная колыбельная о чине-папине. Чувашская народная колыбельная о чине-папине. А чине-папине, лаптак-лаптак-сапкине. Ашекай на пазара, кулачиль за келецька. А мешкай на щирлана, щирлатацца келецька. Чувашская народная колыбельная о чине-папине. Чувашская народная колыбельная о чине-папине. Чувашская народная колыбельная о чине-папине. ПЕСНЯ 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 Нет! Ах, так! Да, так! Так он и не ожил! Не ожил! Ну и ладно! Но они не расстроились, слепили они себе и снега, девочку! И снега! И снега, и снега! Девочку! Девочку, девочку! Чур, мы лепим большой круг, а мы средний, а мы маленький! У нас готово! И у нас! И у нас! Помогите! Чего-то не хватает! А у меня есть уголек для глазика! А у меня второй! А у меня морковка для носика! А у меня перечка для розика! А у меня, а у меня ведерочка для шапочки! Это у меня-то ведерочка! Стоп-стоп-стоп! Ну, что получилось? Снеговик! Снеговик? Нет, снегурочка! 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 Стоп! Что? Весна пришла! И что? Снегурочка-то растаяла! Растаяла! А нам-то что? Мы, скоморохи, будем веселить народ, как прицеление горохи! Мы, скоморохи и летадей! Пляшем, как можем! Поем, как умеем! Мы все скоморохи его происхождения! Очень древнего рода рождения! Дали народ до скачания века! Веселить и радовать человека! Мы, скоморохи и висичики! Отбиваем каблучки! С каблучка да на носок! А потом... Еще разок! Мы, скоморохи и висичики! Голосом пляшем, ногами поем! Поем, гуляем, народ потешаем! Образцовый детский ансамбль песни и танца Эзир-Кара Село Самогалтай Жемчужина Тыва Жемчужина Тыва Жемчужина Тыва Жемчужина Тыва Жемчужина Тыва Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Весенья продолены, и лесу шелест веросны, и в поли дуг опалены. И то я нудная ягнят, бля я низу напас беши, и крик воронин и громад на могилка выклад беши. Живей зиэту моих семья, и с нить взялось ныня взводный яг. Зоветься, спадшина моя, вся вон сторон короною. А-а-а-а-а... Живеть я, думай, всем я И снизу, и сны незводный я Зоветься спачина моя Всягой сторонкой родной Народный хореографический ансамбль «Серебряный остров», село Иволгинск Театр мод исторического костюма «Гунны. Исчезнувшая империя» Исчезнувшая империя Исчезнувшая империя Исчезнувшая империя Исчезнувшая империя Исчезнувшая империя Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Номинация «Национальный колорит» закончена Вне основного графика Маркова Анастасия Город Казань Песня остаётся человеком Ночью звёзды вдаль выпут по синим рекам Утром звёзды Гаснут без следа Только песня Остаётся с человеком Песня Верный друг твой Навсегда Через годы Через расстояния На любой дороге В стороне любой Песни ты не скажешь До свидания Песни прощаются с тобой Наши песни Носим в сердце с колыбели С песней Всюду Вместе мы идём Сколько песен Сколько песен Мы любимым Нашим спели Сколько мы Ещё С тобой споём Через годы Через расстояния На любой дороге В стороне любой Песни ты не скажешь До свидания Песня Песня Не прощается с тобой Блюды Холод Песня Песня Нас тобой согреет Жаркий Полдень Будет Как вода Тот Кто Песни Петь И слушать Не умеет Тот Не будет Счастлив Никогда Через годы Через расстояния На любой дороге В стороне любой Песни ты не скажешь До свидания Песни Песни Ты не скажешь До свидания Песня Не прощается С тобой Песня 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 Паравоз Песня 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 Паравоз Пара Парапара Паравоз Без трубе Без колес Прямо в кассу еду я Еду я И со мной мои друзья Парапара Парапаровоз Без трубе Без колес Прямо в кассу еду я Вау, и со мной мои друзья Оживаются тени ли, где ни разу не были Едем по полям и лесам Пляшутся знакомыми, эльфами и гномами Феи улыбаются нам Песенка проста, в небе буквы два Нам играть пора, это будет рак Прямо в сказку нас повез Чудо пара, паровоз Песенка проста, в небе буквы два Нам играть пора, это будет рак Прямо в сказку нас повез Паровоз Пара-пара-паровоз Без трубы с колес Прямо в сказку еду я Еду я И со мной мои друзья Пара-пара-паровоз Без трубы и без колес Прямо в сказку еду я Вау, и со мной мои друзья Пара-пара-паровоз Пара-пара-паровоз Без трубы и без колес Прямо в сказку еду я Еду я И со мной мои друзья Пара-пара-паровоз Пара-пара-паровоз Без трубы и без колес Прямо в сказку еду я Вау, и со мной мои друзья Пара-пара-пара-пара-паров Мы начинаем номинацию «Художественное слово» и «Театральное представление». Я была в мае на рассвете, Нарастал у стен листа габой. Девочку немецкую заметил, Наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожана стояла, В голубых глазах застыл испуг, И куски свистящего металла Смерть и муки сели вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь с летом, Он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой Дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом Полз боец и телом заслоня Девочку в коротком платье белом Осторожно вынес из огня. И, погладив ласковой ладонью, Он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, Подарили радость и весну Рядовые армии советской, Люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату Был воздвиг, будь чтоб стоять в веках, Памяне к советскому солдату С девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, Как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, Охраняет мир на всей земле. Спасибо. Владимирова Ульяна, поселок Кугеси, Пойду схожу за счастьем на базар. Пойду схожу за счастьем на базар, А после в супермаркет за удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви на сдачу. И взвесьте мне, пожалуйста, грамм сто той совести, Что с краю полка ниши. Просрочено? Ну ладно, я потом куплю в другом ларке. Вижу, вижу, по акции скидка для меня. Давайте доброты, на сколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? Что-что, на это деньги жалко тратить. А средства есть от жалости у вас? Микстура от тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс. И крепкую настойку от разлуки. Уюта мне семейного, мешок, Чтоб выше сорт, другого мне не надо. И красоты вон той с пометкой шок. Как таблетки от неискреннего взгляда. А дружбу как? Поштучно или на вес? Сегодня вы любезно продаете. Нет, не куплю. А просто интерес. Зачем так жить? И есть ли смысл в расчете? Еще здоровье близким прикуплю И буду им дарить на дни рождения. Продажи зависть. Зависть не люблю. Продайте лучше полкило терпения. Доверия не нужно. Прошлый раз купила оптом. Мне надолго хватит. Продайте лучше все запасы слез из глаз. Моя судьба вам с радостью заплатит. Зачем? А чтоб не плакала душа У тех людей, в которых много света. Ведь жизнь тогда добра и хороша, Когда у вас в продаже боли нету. Нет, счастья на базаре не купить. Но если мы научимся делиться, Тем самым счастьем и любовь дарить, То все плохое просто испарится. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ни на море-океане, Ни на острове-буяне, Жили-были в старину. Лучше я не так начну. Жили-были дед и баба, Ели кашу с пирогом. Нет, пожалуй, это слабо, Да и сказка о другом. Как во дни царя Гороха, О-о-о, это кажется неплохо. В общем, дело было в старе. Жил-был Петр-государь. Царь был добрый, справедливый, Но не очень-то счастливый. Жил с царицей тридцать лет, А детей все нет и нет. Всех врачей собрал с царства, Все испробовал лекарства. Но врачи и лекаря, Колдуны и знахаря Не могли помочь царице, Только плату брали зря. Как-то спать легла царица. Странный сон царице снится. Ходит в речке под мостом Щука с золотым хвостом. Не простая эта щука, А секрет у шуки в том, Если съест ее царица, У нее сынок родится. Только занялась царя, Как она будить царя, И под бок толкать супруга, Мне приснилась ночью щука. Да хоть кит или осетр, Дай поспать, Пормочет Петр. А царица снова в бок, Должен быть у нас сынок. Царь скачил, Уздав про щуку, Нежно обнил он супругу. Если хочешь, милый друг, Я поймаю десять щук, Закричал он повсеглотку. Хоть шемчужную селедку, Хоть алмазного ерша, Лишь бы бог дал малыша. Вот к реке на ловлю щуки Царь бежит, А следом слуги. Сеть бросают камыши, Что там, щука? Нет, ерши. Сеть бросают номер два. Что там, щука? Нет, плотва. В третий раз бросают сети, Щука! Точно солнце светит. Значит, солнце рисен в руку, Царь за хвост хватает щуку. Как мальчишка во дворец, Скачет будущий отец. И на кухню сам для жарки Он несет к кухарке. Да смотри, не пережарь, Строго молвит государь. Щуку чистили и мыли, За окно помолили, А корова во дворе Воду выпила в ведре. И кухарка, ясно дело, Рыбы царской захотела, И поджаривший лучок, Отщипнула плавничок. Как царица щуку съела, Скажем, так не похудела, А совсем наоборот, Сразу стал расти живот. Вот рожать ей все подходит, До Петра молва доходит, По чудесные дела, Что корова родила, Не телушку, не теленка, А обычного ребенка. Брови сдвинутся сурово, Не царица, а корова, Не во сне, а наяву, Не в палатах, а в хлеву. Это что еще за штука? Обванула, значит, щука. Тут вторая весь перешла, Что кухарка родила. Не теленка, не мартышку, А обычного мальчишку. Но по щучьему лень Или же по совпадению Мальчик тот один в один С виду, как коровий сын. Государю стало жарко, Закричал он, Как кухарка, Не в палате у врачей, А на кухне у печей, Ведь должна родить супруга. Обманула, значит, щука. Тут и третья весь перешла, Что царица родила. Царь пленеет, а за спуга. Родила кого супруга? Не теленка, не мартышку? Отвечают, Нет, мальчишку. Но по щучьему ленью Или же по совпадению Ваш сынок один в один С виду, как коровий сын. Царь воскликнул. Ну и что же, Ведь прекрасно, что похоже, Тем двоим, клянусь, творцом, Буду названным отцом. Трубы царские трубили, Барабаны громко били. Пир такой царь закатил, Чуть и тени разбудил. Но буди или не буди, Сказка будет впереди. Браво! Алексеева Валерия Город Чебоксары Валентина Беляева Старушка Ну надо ж ей палочки было Сломаться В такой кололёд Старушка на месте застыла, Застыла Не в сад, не вперёд Стоит, Отирается робко, Боится Хотя бы шажок, А скользкую, скользкую тропку Едва прикрывает снежок. Мелькают и спины, и лица, Светло и морозно с утра. Соседка Полгода в больнице Лежит с переломом бедра, И в сердце Неровно и глухо стучит, Отдаётся в висках. Со сломанной палкой Старуха В галошах, В серых носках, В пальто, продырявленном олью, Стояла на самом пути. Прошли мимо первые двое, Прошли же, И ты проходи. Конечно, легко пройти мимо, Старушку оставить одну. Но в том и великая сила Уметь бескорыстно помочь Тому, кто устал и не может Сам собственный путь продолжать. Она чья-то бабушка тоже. Конечно, она чья-то мать. Помочь здесь старушке несложно, Всего довести до дверей. И кто-то, Когда ты не сможешь, Поможет так маме Твоей. Архипов Марк Город Чебоксары Артистка Включите, пожалуйста, фонограмму. Архипов Марк Концерт на знаменитую артистку, Что шла со сцены в славе и цветах, Смотрела робко девушка-харистка С безмолвным восхищением в глазах. Актриса ей казалась неземною, Нечеловеком, высшим божеством, На землю к людям, посланным судьбою. Шло божество вдоль узких коридоров, Меж тихих костюмеров и гримеров, И шлейфовать с игулки, Как прибой, Незримо волочила за собой. И девушка вздохнула, В самом деле, Какое счастье Так блистать и петь, Прожить вот так Хотя бы две недели, И кажется, Не жаль и умереть. А божество В тот поздний вешний вечер В большой квартире С бронзой и коврами Сидело у трюмо, Сутуля плечи, И, глядя вдаль Усталыми глазами, Отшпилев Косу в ящик положила, Помаду стерла, Серьги отцепила, Сняла румянец Ваткой не спеша, И грустно улыбнулась. Хороша! Куда девались Искорки во взоре, Поблекший рот И ниточки седин, И это все, Как строчки приговора, Подчеркнуто Боростками морщин. Да, ей даны восторги, Крики бис, Цветы, статьи, Любимая артистка, Но вспомнилась Вдруг девушка-хористка, Что встретилась Ей в сумраке кулис. Вся стройненькая, Тонкая такая, Две ямки на пылающих щеках, Два пламени В восторженных глазах, И как весенний ветер, Молодая, Наивная, О, как она смотрела, Завидуя. Уж это ли секрет В свои семнадцать Или двадцать лет, Не зная даже, Чем сама владела, Ведь ей дано По лестнице сейчас Сбежать стрелою В сарафане ярком, Увидеть свет Таких же юных глаз, И вместе мчаться По дорожкам парка, Ведь ей дано Открыть миллион чудес, В бассейн метнуться Яркую ракетой, Читать стихи С любимым до рассвета, Дано краснеть От первого букета, Бежать в лесцу Под ливнем через лес. Она к окну устало подошла, Прислушалась к журчанию капели, За то, чтоб так прожить Хоть две недели, Она бы все, Не дрогнув, Отдала. Спасибо. Кошкин Павел Поселок Кугеси Подслушанный разговор Подслушал разговор случайно, Гуляя в парке городском. Внук деду объяснял отчаянно, Что жить легко и все пучком. Дед отвечал ему размеренно, Уткнувшись подбородком в трость. А я внимал, Слегка растерянный, Ведь был не прошеный я гость. Смотри, дедуль, Сейчас все можно. Свобода, выбор, интернет. Бери и пользуйся, Не сложно. Жить надо проще. Разве нет? Все так, внучок. Совет хорош. Пока есть силы, Так и надо делать. Лишь помни правило, Чем больше ты берешь, Тем больше должен от себя отмерить. Отмерить? Отмерить? Как это? Что должен я отдать? Вот, например, Я взял с утра конфету. Сказать спасибо маме И обнять, Отдав частичку сердца ей за это. Но сердце не отдашь, Оно внутри. Вот в этом и секрет. И каждый раз, Когда кого-то ты благодаришь, Ему крупицу самого себя отдашь. Бывает, Ничего взамен не ждешь, А просто искренне, Любя, творишь добро. И вроде бы, Ты только отдаешь, Обратно возвращается оно. Так мать любовью балует дитя, Так друг без одни мысли бескорыстен. Солдат в бою рискует, Семь глядя в глаза опасности И думая о близких. Малыш задумался на дедушку, Смотря. Потом спросил, Боясь ответ узнать. А если вдруг раздашь себя зазря, Что, если кто-то будет молча брать? Такое и будет. Обязательно. Поверь. Но это не должно тебя пугать. Живи, люби, Держи открытый дверь для всех, Кому себя готов отдать. А если кто-то позабыл сказать в ответ спасибо, Ты его прости. Не честно так, Нельзя так просто брать, Сказал малыш И даже загрустил. А ничего бесследно не пройдет, Всему цена есть. За добро, добро, За безразличие, Забвение придет. И зло всегда назад Приводит зло. И даже время Чувствует любовь При добром слове, Будь-то замирая. Спасибо, дедушка, За то, что ты Живешь, Сказал малыш, Вдруг слезы утирая. Сейчас ты мне Себя чуток отдал. Я стал моложе, На чуть-чуть, На миг. Ты Повзрослел. Старик тут замолчал, А я тихонько Отошел. Проник тот диалог До самого нутра. Задуматься заставило бы лом, А сколько в свои годы Я дал И сколько Всял. Я шел и думал, Даже бормотал. Спасибо, дед, Живи, Сегодня ты Мужчину Воспитал. Алексеева София Поселок Кугеси Валентина Беляева Родная природа Пряно пахнет Доником над лугом, Земляника зреет На поляне, Голова от буйства Краса кругом. Кто из вас Понять меня сумеет? Падают с берез Осенних листья, По косой летят На землю капли Осенью. Всегда прозрачны мысли И прозрачны, И грустны. Не так ли? Заметет дороги Снегом белым, Будет под луною Он искриться. Вспомню я, Как бабушка Мне пела. Детство Никогда не повторится. Детство не вернется, Но в июле Побегут по Волжским гладям Блики. Родина, Которую люблю я, Летом мне подарит Земляники. Осенью Букет Из листьев клена, А зимой Луну В полу небосвода Каждый раз Смиренно И влюбленно Я смотрю На красоту Природы. Хороша В любую Непогоду Ты Моя Чуваша Родная Родина В любое Время Года Ты Прекрасна Точно Это Знаю Уважаемый член жюри, прошу обратить внимание, на сцене конкурсант номинации Великая Победа, учетный номер 369. Стих американца о русских. Вы врагов истребляли веками, все империи сдохли от русских, потому что сам Бог ведь нас с вами, и он думает тоже по-русски. Разгромили вы наглых французов, что дошли до Москвы и вдруг сдулись, победитель народ и кутузов, просто русские там не прогнулись. А потом победили немцев, покоривших почти что полмира, беспощадного для иноземцев, нет для вас ни преград, ни кумиров. Ваши войны будто и стали, и закалку прошли в страшных битвах. Мы ж от страха присловили ж Сталин, преклоняя им колени в молитвах. Вы, как боги, властители ада, не страшна вам полярная стужа, не боитесь дождя, бурь и града, наводя на врагов страх и ужас. Доблесть воинов ваших бессмертна и доказана в жизни делами, а земля страны вашей безмерна, освоение длилось веками. Кто считает, нет круче спартанцев, значит, русских он точно не видел. Не понять русский дух иностранцам, пусть попробуют русских обидеть. Импозиум свернует страны, горы, ведь на службе у них даже атом. Кто сильнее, глупейшие споры, их боятся сейчас даже в НАТО. А поэтому лучше бегите, если встретитесь им на дороге. И хотя бы вы ее не грубите, ведь дерутся они словно боги. Хорошо, что они чуть ленивы и дают шанс пожить миру дольше. Не улыбчивы и молчаливы. Никогда не дразните их больше. Никогда не дразните нас больше. Ахмедзианова Алина, город Казань, стих американца о русских. Верхозин Алексей, город Хабаровск, радость. Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. Откуда ты, удивились родители? Что с тобой? Ох, не спрашивайте, я никак не ожидал. Нет, я никак не ожидал. Это, это невероятно. Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья. Это невероятно. Вы не можете себе представить, вы... Поглядите. Сестра скачила с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. Что с тобой? На тебе лица нет. Да это я от радости, мамаша. Ведь теперь про меня вся Россия знает. Вся! Гимназисты вскочили, как были в одних коротких ночных сорочках. Подошли к старшему брату. Да-с. Про меня напечатали. Теперь про меня вся Россия знает. Вся! Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул в место, обведенное синим карандашом. Читайте. Отец надел очки. Читайте же! Папаша кашлянул и начал читать. 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров Видите, видите, вы дальше, дальше читаете! Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров выходя из Портерной, что на Малой Бронной в доме Казихина и находясь в нетрезвом состоянии Да это я Семен Петровичем Вы продолжайте дальше! Слушайте! И находясь в нетрезвом состоянии поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика крестьянина деревни Дурыкина Юхновского уезда Ивана Дротова Испуганная лошадь перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым помчалась по улице и была задержана дворниками Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом удар, который он получил по затылку да это я обоглоблю, папаша, вы дальше, дальше читайте! удар, который он получил по затылку отнесен к легким а случившимся составлен протокол потерпевшему подана медицинская помощь велели затылок холодной водой примачивать читали теперь, а? то-то вот Митя схватил газету и сунул в карман побегу к Макаровым им покажу надо еще и Ваницким показать Наталье Иване и... Анисиму Васильевичу побегу! Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий радостный выбежал на улицу! Александрова Анастасия Поселок Кугеси Счастливая Да, один раз я была счастлива Я давно определила, что такое счастье Очень давно Шесть лет А когда оно пришло ко мне я его не сразу узнала Но вспомнила, какое оно должно быть И тогда поняла, что я счастлива Я помню, мне шесть лет Моей сестре четыре Мы долго бегали после обеда вдоль льиного зала Догоняли друг друга Бизжали и падали Теперь мы устали и притихли Стоим рядом Смотрим в окно На мудновесеннюю сумеречную улицу Сумерки весенние Всегда тревожны И всегда печальны И мы Молчим Слушаем, как дрожат Хрусталики канделябров От проезжающих по улице телег Если бы мы были большие Мы бы думали о людской злобе О обидах О нашей любви, которую оскорбили И о той любви, которую мы оскорбили сами И о счастье Которого нет Но мы дети И мы ничего не знаем Мы только молчим Нам жутко обернуться Нам кажется, что уже совсем потемнел зал И этот большой гулкий дом В котором мы живем Отчего он такой тихий сейчас Может, все ушли из него И забыли нас Маленьких девочек Прижавшихся к окну В этой огромной Темной комнате Около своего плеча Вижу испуганный круглый глаз сестры Она смотрит на меня Заплакать ей Или нет И тут я вспоминаю Своё сегодняшнее дневное впечатление Такое яркое Такое красивое Что забываю сразу И тёмный дом И мудновесеннюю улицу Лена Говоря громко и весело Лена Я сегодня видела конку Лошади были белые И бежали скоро-скоро Сам вагон был красный Или жёлтый Красивый Народу в нём сидело много Все чужие Так что могли познакомиться С друг с другом И даже поиграть В какую-нибудь тихую игру А сзади на подножке Стоял кондуктор Весь золоте А может быть и не весь А только немного На пуговицах И втрубил золотую трубу Рам-ра-ра Рам-ра-ра Само солнце звенело В этой трубе И вылетало из неё Золотозвонкими брызгами Как расскажешь это всё Можно сказать только Лена Я видела конку Да и не надо ничего больше По моему голосу По моему лицу Она поняла всю Беспредельную красоту Этого видения Неужели каждый Может вскочить В эту курисницу радости И понестить Под звоны солнечной трубы Рам-ра-ра Нет Не всякий Фрейлин говорит Что за это нужно платить Оттого она с ней не возит Она запирает В скучную затхлую карету С дребезжащим окном Пахнущую с овьянными бочулями И та же не разрешает Прижимать нос в стеклу Но когда мы будем Большими и богатыми Мы будем ездить Только на конке Мы будем 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 счастливы Молодец Аплодисменты Грачёв-Егор Посёлок Кугеси Больной кабан К учёной птице Умному павлину Хавронина приём Явилась не одна Хавронья Привела с собою кабана Павлин был доктором Умел лечить скотину Павлин спросил Чем вам помочь Друзья Мой Боров заболел Ответила свинья Весь день на всех рычит Копытами топочет Всем угрожает он Знать ничего не хочет Доходит дело чуть ли не до драк Он никаких не черпит возражений И не стесняется В подпоре выражений Я очень нервным стал Заметил мрачный хряк Павлин задумался Скажите А бывает Что и на льва Он голос поднимает Нет Этого пока не замечала я Со львами вежлив он Прохрюкала свинья Быть может он волков и тигров оскорбляет Нет Этого мой хряк себе не позволяет Ну что ж Сказал павлин Диагноз мой таков Поскольку Ваш супруг Не трогает волков Ни тигров и ни львов А значит разумеет Что голос повышать Насильного не смеет И Перед ними вовремя робеет Он С точки зрения Докторов Здоров Знавал я одного Начальника такого На подчиненных Брызгал он слюной Уволю Накажу Кричал он через слово Как вы стоите тут Передо мною Его однажды вызвали Прижали И у него коленки задрожали Простите Говорит Я нервный Я больной Браво Владимиров Марат Поселок Кугеси Немой Заметки из жизни Однажды В майский день погожий Упал на улице Парохожий Упал нелепо Прямо в грязь Все пальцем Тыкали смеясь И проплывали Мимо лица Ворчали Надо ж так напиться А он С мольбой Смотрел на всех Пытаясь стать И смех И грех Бубнил Неясные слова В крови Седая голова С лица Стекала Жижий грязь Вокруг шептали Быдло Мразь И обходили стороной В душе гордясь Я не такой И с отвращением Плюясь В грязи Запачкаться Боясь Иные Просто Прячу Загляд Шагали мимо Мол Спешат Поднять Да боже Упаси Он Он как Ней в грязи Труп Седой Седой Мужчина Не был пьян Больное Сердце Сжал Капкан Судьба Усмешком Кривясь Его Толкнула Прямо В грязь Напрасно Он пытался Встать Напрасно Он пытался Звать Придавлен Болью Как Стенной Но Вот Беда Он Был Немой И может Кто-нибудь Из нас Такой Видел И не раз Ухмыл Кумерскую Тая А вось Помогут Но Не я Ты кто Ж Мы Люди Или Нет Вопрос Простой Не Просто Ответ Законы Джунглей Возлюбя Где Каждый Только За себя Однажды В майский День Погожий Упал На улице Прохожий Браво! Смирнова Камилла Город Казань Усачев Русский Дом Стихотворение Русский Дом Россия Подобно Огромной Квартире Четыре Окна В ней И двери Четыре На север На запад На юг На восток Над ней Небесный Висит Потолок Роскошный Ковер Устилает Квартире Полы На таймыре И вонадыре И солнце Горит Миллиард Киловат Поскольку Местами Наш дом Темноват И как И положено В каждой Квартире Имеется В ней Кладовая Сибири Хранится Там Ягод Различных Запас И рыба И мясо И уголь И газ А рядом С курилкой Курильской Гридой Находятся Краны С горячей Водой У сопки Ключевской Колокочут Ключи Пойди И горячую Воду Включи Еще Есть Квартира Триклассные Ванны Северный Тихий И Атлантический Океан И мощная Печка Система Кузбасс Что Грея Зимой Холодный У нас А вот Холодильник С названием Артика Прекрасно Работает Не автоматика И справа От древних Кремлевских Часов Идут Еще Семь Часовых Поясов Все Есть В доме Для Жизни Удобной Но Нету Порядка В квартире Огромной Тут Вспыхнет Пожар Там Труба Потегла То Громко Соседи Стучат Из угла То Стены Трещат То Посыпалась Краска Лет Двести Назад Отвалилась Аляска Поехала Крыша Пропал Горизонт Опять Перестройка И снова Ремонт Что Строят Строители Сами Не знают Сначала Построят А после Сломают Всем Хочется Сразу Построили Чтоб Избу Чум Яран Дворец Небоскреб Мы все В нашем доме Соседи И жители Простые Жильцы Управдомы Строители И что Мы построим Теперь На Руси Об этом Ты Папу И маму Спроси Шейхудинова Самира Город Казань Агния Барто Первая Любовь Каждый Может догадаться Антонина Влюблена Ну и что ж Ей скоро Двадцать А на улице Весна Только звякнет Телефон Тоня Шепчет Это он Стала Ласковой И кроткой Ходит Легкую Походкой По утрам Поет Как птица Вдруг И младшая Сестрица Просыпается Чуть Свет Говорит Пора Влюбиться Мне Почти Тринадцать Лет И Наташа На уроке Оглядела Всех Ребят Юрка Слишком Толстощекий Петя Ростом Маловат Вот Алеша Славный Малый Я Влюблюсь В него Пожалуй Повторяет Класс По карте Где Иртыш Где Енисей А Влюбленная На парте Нежно Шепчет Алексей Алекс Смотрит Удивленно Что Ей Нужно От Меня Всем Известно Что Девчонок Он Боится Как Огня Он Понять Ее Не В силах То Она Глаза Скосила То Резинку Попросила То Она Вздыхает Тяжко То Зачем То Промокашку Подает Я думаю Любя Алик Вышел Из себя Подступил Он С ней Жестоко Отлупил После урока Так Вот С первого Свидания Начинаются Страдания Келушево Александра Город Казань Писахов Модница Приходит В магазин Модница Вся Гнется Ковыляется Нарядную Походку Выделывает Ручки Раскинула Пальчики Растопырила И Говорит Почела И Голосок Тоже Вывертывает То Сквозь Нос То Сквозь Зубы То Голос Как На Каблуки Вздынет А Ежели Ругаться Хватится То Всяко Носовое Горлово Придыхание В сторону Кинет И Своим Настоящим Голосом Как В барабан Ударит Кого Хош Переругает Так Вот Пришла Модница Фасон Сти Руками И Ногами И Всем Телом Проделала Головой Пособенно Умотнула Глаза Сначала Под лоб Завела Потом Кругом Повела И Завыговорила Ахахах Дайте Кому Модсех На Новое Платье И Самый Модный Размодный Чтобы Ни У кого Модней Могой Не Было Чтобы Была Сама Хос Последняя Мода Приказчик Крентелем И Загнулся Руки Фердным Поставил Ноги Колесом Закрутил И Тоже В нос Да Созыванием Подстать Модница Дас У нас Для вас Есть Все Что Вам Желанно Приказчик Дернул С верхней Полки Кусок Матери Весь Пыльный И Шлепнула Прилавок Пыль Тучи Поднялась А Приказчик Материю Разворачивает Модница Опомниться Не даст Вот Сорт Особенный Полкать Ерс Модница От Пыли Платочком Заотмахивалась Даже Нос Закрыла На Материю И прямо И сбоку Посмотрела Руками Пощупала Но не очень Ей нравится А коли Модная То Что Будешь Делать А Отчего Представьте Себе Ах Как Пристало Даже Убирать Неохота Так Вам Подошло Модница Очень рада Что Сосыскала Особенную Материю А Кака Отделка У этого Пугатинер Сыцидаль Жантин Приказчик Приказчик Ткань Полкатер Цвета Лизантин С отделкой Про вас Дур Федорова Татьяна Город Казань Ашан Волжская Баллада Третий год У Натальи Тяжелые сны Третий год Ей земля Горяча С той поры Как солдатской Дорогой Войны Муж Ушел Сапогами Стуча На четвертый Приходит Пакет Почерк В нем Незнакомый Суров Он Отправлен Саратовский Лазарет Ваш супруг Алексей Ковалев Председатель Дает Подорожную Ей То надеждой То горем Полна На чужую Солдатку Оставив Детей Едет В город Саратов Она А Саратов Велик От дверей До дверей Где Найти Ей Родные Следы Много Раненых Братьев Отцов И Мужей На пороге Уважской Воды Наконец Ее Доктор Ведет В тишине По тропинкам Больничных Ковров Больничных Больничных Зародных Забы Больничных 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 Ни жива, ни мертва. Но, как был он в дорожной пыли, Понял все, и не в силах придумать слова, Поклонился жене до земли. За великую душу любимые немстят И не мучают верные жены, Ведь с войны воротился не просто солдат, С непростой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ, Невзначай загляни в этот дом, Где напротив хозяйки в обеденный час Два солдата за братским столом. Театральные коллективы Фольклорный театр Радужница Село Дуль-Дурга Бурятская народная сказка «Хитрый хам» Здравствуйте! Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 И чей-то голос мне поет? Аленушка Маленький цветочек Сыпается жизнь моя в темном краю Мои слуги невидимы, облик мой страшен В твоем дивном дворце я живу, как в раю Ты мой свет, мое золото, нет, тебя крашен Моя радость, мое утешенье Шепчут чудные голоса Не страшись своего отражения Не страшись своего отражения Тот, кто любит Тот смотрит в глаза Тот, кто любит Тот смотрит в глаза Осыпается жизнь моя в царском саду И надежда моя на спасенье Пой со мной, будь со мной, позови Я приду Тот, кто любит Тот смотрит в глаза Тот, кто любит Тот смотрит в глаза Дай увидеть тебя Покажись Рукно-сердечный Не убоюсь я Не испугаюсь Да сырье, Аленушка, я полагаюсь Я проклят, проклят, проклят Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин